Итак, сегодня мы с вами говорим на малопонятную кому тему, которая называется «Успех в отречении». На самом деле, эта тема очень нужна, и вы в этом убедитесь буквально через несколько минут. Ну, первое, что я хотел бы сказать, что весь семинар, который я даю, вот этот вот семинар, он на самом деле построен на одной фундаментальной ведической концепции. Существует четыре типа людей и четыре вида жизни людей в обществе. Первый тип людей – это люди, которые склонны быть учеными или исследователями. Второй тип – это те, которые склонны руководить. Третий – те, которые склонны торговать. И четвертый – это те, которые склонны к творческому труду. Так, четыре основных типа людей. И также существует четыре вида жизни, четыре стиля жизни. Это ученичество, семейная жизнь. Вот смотрите, ученичество, семейная жизнь. Замечаете? Эти лекции уже прошли. Дальше – жизнь в отречении. И четвертый тип – это уход от дел. И четвертый – жизнь в отречении. Но мы как бы будем сегодня говорить больше о самом понятии, что такое отречение. Если человек разобрался в этих восьми вещах в своей жизни, то счастье ему гарантировано, согласно в этическому знанию. Он разобрался, как ему жить правильно, в каком укладе жизни. То есть он должен жить семейным человеком. Или он должен сейчас учиться. Или он должен жить в отречении. Или он не должен заниматься активной деятельностью в данный момент времени. Дальше, если он разобрался, он должен быть и ученым, и руководителем, бизнесменом или рабочим. Это значит, что он находится под защитой высших сил. Если он все понял в этих вопросах, разобрался, это значит, что ему гарантировано, что жизнь его будет успешной. Так говорят веды. Кажется, вроде бы все это очень примитивно. Ну как это так? Оказывается, мы знаем с первой лекции, что если человек учится чему-то, то он должен учиться. Он не должен сочетать это с чем-то другим, допустим, в семейной жизни. Если он хочет учиться серьезно. Если он не хочет серьезно учиться, тогда он может учиться как хочет. Но успеха не будет. И так далее. Мы разбирали эту тему. Она очень сложна. А, сейчас я это утверждение сделал, но и все равно ничего не понятно кажется, что это глупость. Но тем не менее, если кому-то так кажется, есть повод послушать эту лекцию. Самую первую. Сегодня тоже тема очень такая непонятная совершенно. Первое утверждение, которое я вам сделаю сейчас, если вы как бы, вы увидите, что оно указывает на то, что тема совершенно непонятная. Итак, утверждение такое. Если человек понимает, что такое отречение, что такое отречение, он по-настоящему разумен, и он никогда не будет подвержен несчастным событиям. То есть, жизнь не сможет его взять в свои несчастные какие-то, то есть, в руки. То есть, несчастье не возьмет его за горло, будем так говорить. Это означает, что тема отречения является самой такой глубокой и, пожалуй, самой трудной. А она, воистину, она достойна только разумных людей. Тема отречения достойна только разумных людей. Что вы понимаете под отречением? Кто может сказать? А? Бога. Ну, вот человек, допустим, в чем он может быть отречен? Не отрешен. Есть такое отрешение, это значит наполовину безумец. И отречение означает, что он как бы не хочет что-то иметь. Мирские блага. Отказ от мирских благ. Хорошее, спасибо, хорошее. Еще кто-то может что-то сказать. Отказ от семейной жизни. Правильно, есть такой тип отречения, да. Еще что? Вы говорите о привязанности. Вы показываете верх, вы говорите о привязанности. Есть две темы основные. А в ведах говорится, есть тьяга. Есть тьяга. Тьяга означает отречение. Есть пхога. Пхога означает привязанность. То есть привязанность может быть тоже возвышенной очень, духовной. Вы говорите о духовной привязанности. Показ наверх на Бога означает духовная привязанность. Человек духовно привязан не обязательно должен бросать семью. Имейте в виду, что отречение и привязанность к духовному это не одно и то же. И об этом мы сейчас с вами будем говорить о многих вещах в связи с этим. Итак, первое утверждение такое. Только человек сильного разума способен сделать правильное отречение, совершить правильное отречение. И второе утверждение. Правильно сделанное отречение указывает на то, что человек имеет не только сильный, но и чистый разум. Что значит отречение? Отречение это значит отказ от ненужного. Понимаете? Если, допустим, человеку нужна семейная жизнь сейчас на его этапе жизни, то есть он должен жить семейной жизнью, то он не должен отрекаться от семейной жизни. Как определить, что человек должен жить семейной жизнью? В чем заключается определение? Как определить? Вот вы сидите, допустим, есть люди неженатые. Как определить, должен я заводить семью или нет? Желание какое? Желание может не быть, создать семью. Есть долг. Есть разница между желанием и долгом. Человек, который не понимает эти вещи, он будет несчастным. Человеку кажется, а я не хочу семью заводить. Но он должен. И это означает, что он будет несчастным. Теперь давайте определим, в чем заключается необходимость долг, когда человек должен создать семью, в каком случае. Так, Ваш? Нет, это не означает, что он будет создавать семью. Неопродлимность чего? Не означает. Потому что можно взять просто человека. Считается, человек, который берет ребенка себе, он продлевает свой род. Он является истинным отцом. То есть, это не означает, что надо обязательно, чтобы из тебя вышло тело. То есть, ты достаточно воспитать кого-то, это уже продлевается. Ты вкладываешь силу своего рода в него. Достаточно считать его сыном. Понятие отца немножко отличается в лидической культуре, нежели нам кажется. Например, часто в ведическом обществе ведические цари знали, как сделать так, чтобы ребенка зачал, не он сам в лоне своей жены, а высшее какое-то живое существо, с высших планет. Такие как бы вещи происходили. Чтобы более могущественный царь был, правитель. Так делалось. Я таких знаю много примеров в ведах. В истории вед описано много раз это. Таким образом, вроде бы он кажется, что он не является его отцом. На самом деле он является отцом. Потому что, как бы, понимание понятия отца несколько отличается в ведах, нежели у ведов, нежели у нас. Существует пять, как бы, понятий отца. Но это другой вопрос. Также, если человек, как бы, хочет, чувствует себя обязанным перед людьми, он должен давать им знания. Не означает, что он должен заводить семью. В чем же заключается явный критерий того, что он должен заводить семью? Он обязан просто это делать. Отработать карму можно без семьи. Легче всего отработать карму без семьи. Если человек отдает себя обществу, если он начинает жить для общества бескорыстно, и дает обществу знания, он карму отрабатывает быстрее, чем если он заводит семью. Десять раз быстрее. Да? Можно видно, да. Но я еще раз повторяю, что согласно ведическому знанию, человек, который выбирает жизнь для общества, он таким образом не мелочится и поступает более возвышенно. Поступая более возвышенно, он жертвует своей личной семейной жизнью ради общества. Он за одну жизнь сжигает грехи, тысячи жизней, и как бы он поступает не так уж и дешево, как кажется с первого взгляда. Поэтому карма сжигается быстрее. А? Ответ очень прост. Если человек чувствует, что он не может справиться со своим вожделением, ему хочется общения с противоположным полом, это означает, что он обязан заводить семью. Если он имеет это такое сильное чувство к противоположному полу, и при этом не заводит семью, он будет деградировать, и в этом нет никакого сомнения, согласно ведическому знанию. И в этом нет, вот можете мотать головой, можете нет, но веды говорят, и в этом нет никакого сомнения. Почему? Потому что имеется в виду, вы не, как бы всю фразу очень трудно понять. Если женщина имеет ребенка, это не значит, что она не имеет семью. Согласно ведам, она уже имеет семью. Мужчина, который имел семью, как бы и не живет с женой, он тоже имеет семью. Он может помогать своей жене с ребенком, и таким образом он не будет деградировать. Что такое деградация? Давайте определение сделаем. Что такое начало деградации? Как выглядит начало деградации? Что это такое? Деградация имеется в виду над деградацией сознания. Эгоизм – хорошее определение. Почти правильное. Депрессия – это конец деградации уже. Да? Невыполнение своих обязанностей указывает на начало деградации. Если человек перестает выполнять свои обязанности, это значит, что он начал деградировать. Если человек, мужчина, хочет женщину, это означает, что он также обязан дать ей защиту и дать ей возможность вырастить потомство. Наше понятие секса, оно отличается от ведического. Нам кажется, что секс предназначен исключительно для наслаждения, но в нем есть побочные продукты. Выходят побочные продукты, которые потом портят жизнь. Нам так кажется. Однако же, согласно ведическому знанию, сексуальное чувство предназначено для, исключительно для того, чтобы сделать потомство. И наслаждение в этом плане стоит на втором месте. Поэтому, если у тебя есть половое чувство по отношению к противоположному полу, ты должен его использовать для того, чтобы создать гениальных детей. Согласно ведическому знанию, если человек не расходует свою половую энергию зазря, и имея сильное желание заниматься сексом своей женой или женщина имеет такое желание, и при этом он контролирует свои чувства с целью зачать гениального ребенка, а именно так и будет, потому что чем больше человек копит по половой энергию, тем гениальнее будут рождаться дети, согласно ведическому знанию, то в этом случае он, несмотря на то, что он копит свои психические силы, для чего? Для того, чтобы заниматься сексом. Так? Но такой человек считается воистину отреченным человеком. Он способен контролировать свои чувства для достижения высшей цели. Вроде бы он живет в семье, но такой человек считается отреченным, и он добивается того же результата, что и тот человек, который отказался от семейной жизни и живет в одиночестве. Так говорят веды. Человек, который способен просто контролировать свою половую энергию с целью зачать гениальное потомство, этот человек ничем не отличается от того, кто отрекся вообще от семейной жизни и живет один как монах. Вы знали об этом или нет? Вот, представьте себе. Причем у этого человека больше шансов быть стабильным в жизни, чем у монаха, потому что монаха может крыша стечь в любую секунду, а у него есть уже жена. Понимаете? То есть он отрекся, это означает, он занял определенное положение в обществе. Если он женится после этого, то это значит, что он как бы, уже его цель, она рухнула. Ему надо создавать новую цель, на это пройдет много лет, уйдет много лет, он будет очень в отчаянной ситуации находиться. А человек, который как бы сломался, допустим, у него что-то не получилось в семейной жизни, он не выдержал, он не сильно теряет, не сильно что-либо теряет. Понимаете? Конечно, от таких гениальных детей, как он хотел бы, у него не будет. Но, по крайней мере, что-то он получит от семейной жизни. Итак, это первый вопрос. Итак, вопрос отречения означает, прежде всего, понимание, что это такое. Оказывается, что отречение не означает, что человек отказывается от деятельности. Или они также не означают, что человек уходит в лес. Это один из способов отречения. Но отречение в целом означает, что человек способен контролировать свои желания, свои желания, свои побуждения внутренние, с целью достичь счастья. В связи с этим я уже еще раз затрону ту тему, которая уже говорилась на этой лекции, о которой мы уже говорили с вами. Эта тема называется тема свободы выбора. Сейчас мы о ней будем подробно говорить, и вы потом поймете, почему именно на этой лекции об этом речь. Итак, что такое свобода выбора, по-вашему? Кто может дать определение? Если вы не слышали того, что я говорил, вы можете высказаться на эту тему. У кого есть какие идеи? Вы меня не бойтесь, я вас не съем. Все молчали. Значит, свобода выбора не существует? Или она есть? Есть такая теория фатализма, она означает, что нет никакой свободы выбора, мы живем как роботы. Так как есть карма, судьба, значит, мы как роботы живем. Так люди некоторые считают. Но тогда не зачем жить, надо просто, они в результате, они в рулетку играли. Потому что, наверное, какая разница? Все равно и по карме. Если умру, так умру. Чаще всего они себя застреливали. А если бы они не играли в рулетку, они бы себя не застрелили. Понимаете? У нас есть свобода выбора. Так говорят веды. Несмотря на существование кармы, есть также свобода выбора. В чем она выражается, как вы думаете? В чем, в чем? В отречении от чего-то. Молодец. Очень хороший ответ. Давайте будем разбирать этот вопрос теперь. Итак, вот смотрите. Желание – это самая большая сила, которая существует внутри нас, согласно ведическому знанию. Вроде бы я чего-то захотел. Вот мы чего-то хотим постоянно. И кажется, что это ничего не значимая вещь. Сегодня я этого хотел, завтра я тоже хочу. Согласно ведическому знанию, желание человека является самой большой силой, которая влияет на его судьбу. Потому что эти желания неминуемо рождают привязанность к тому объекту, который человек желает. И потом эти желания заставляют его действовать в этом направлении. Наше желание должно быть удовлетворено. Но у нас существуют разные типы желаний. Одни из них приносят счастье окружающим людям, другие приносят страдания. Те желания, которые приносят счастье, они делают нас счастливыми в конечном счете. Те желания, которые приносят страдания, они делают нас несчастными. Потому что мы вызываем, возбуждаем плохие желания по отношению к нам, окружающих людей. Так как их желания тоже являются непреклонной силой, в результате этого, по их желанию мы будем деградировать. Это так действует закон кармы. Повторяю. Наше желание имеет непреклонную силу. Существует два типа желаний. Желания, которые приносят счастье окружающим людям, делают нас счастливыми. Желания, которые приносят страдания окружающих людей, делают нас несчастными. Почему? Потому что люди, на которых воздействуют наши желания плохие, у них тоже создаются желания по отношению к нам. И эти желания, они также обладают таким же могуществом, как и наши. Поэтому нам невминуемо придется страдать за то, что по отношению к нам есть какие-то плохие желания. Идея ясна? Так действует закон кармы. Шире это понять можно таким образом. Если человек совершает какой-то плохой поступок, то он вызывает страдания окружающих людей. Даже если они его не знают. Он, допустим, изобрел атомную бомбу, потом через сто лет ее бросили куда-нибудь. Даже если люди эти страдают, не знают этого человека, который создал атомную бомбу, ему все равно придется по закону кармы за них отвечать, за их страдания. Не имеет значения, потому что существует связь между всеми людьми, которые связаны с... Эта связь означает связь в поступках, в деятельности, в связи с событиями. Но это уже тема закона кармы. Итак, согласно вот этим вот желаниям и поступкам, у нас формируется судьба, по которой мы каждую секунду своей жизни отрабатываем какие-то желания и поступки, которые идут на нас из прошлого. Это можно сравнить с селевым потоком, как лавина, которая постоянно движется на гору, сметая все на своем пути. Точно так же наши плохие желания и поступки, или хорошие, они все вместе, они движутся на нас каждую секунду жизни. И мы, если человек вовлечен в этот поток, в селевой, он не может понять, что на самом деле и бывает какая-то жизнь другая. И мы на самом деле с вами вовлечены в этот поток наших прошлых желаний и поступков с самого начала нашей жизни, с самого рождения. Это значит, что мы другого не понимаем. Мы не понимаем, что бывает другая жизнь. Мы идем просто, живем на поводу у своих прошлых желаний и прошлых поступков. И в результате этого у нас нет никакой свободы выбора. Мы просто движемся по этому течению. И свободы выбора нет только по одной причине, что нам кажется, что все, что вспыхивает в нашей голове, все желания совершить какие-то поступки, нам кажется, что это и есть наши истинные желания. Допустим, молодой человек идет по улице, он женат. Он увидел очень красивую, очень привлекательную девушку, которой он тоже очень сильно понравился. Очень сильно. И взгляды встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. В результате молодой человек решил сразу сходу, что он знает эту девушку с прошлых жизней. Это самое лучшее оправдание, которое только существует для того, чтобы бросить свою жену. Итак, он знает ее с прошлых жизней. Он подошел к ней и сказал, я вас знаю с прошлых жизней. Она сказала, я вас тоже знаю с прошлых жизней. Ну, тогда пойдем. Ну, пошли. Вот. Потом жена осталась в этой жизни. Они ушли в будущую жизнь вдвоем. Вот. И в результате всего этого, всей этой карусели, получилось так, что через несколько лет этот молодой человек начал испытывать жуткие страдания. Спрашивается, кто виноват. Почему так получилось, что он бросил своих детей и потом начал раскаиваться? Почему так получилось, что он разочаровался в этой девушке, потом оказалось, что он ее с прошлых жизней не знает. Это просто ошибка. Вот. Но в результате он потерял жену и начал платить элементы своим детям, а жена к тому времени уже вышла замуж. В этой жизни. Вот. И в результате, как кажется, что он совершил, ведь, отречение, да? Он отрекся от своей жены, да? Он отрекся от своей жены и стал несчастным человеком. Вроде бы кажется, что это отречение, потому что же надо иметь в себе силу отказаться от привязанностей ненужных, да? Во имя высшей цели, да? В данном случае, как бы, космическая любовь между им и девушкой, которую он увидел, космическая любовь образовалась. Так тоже сейчас говорят, что это космическая любовь, чтобы оправдать себя. Ну, так кажется просто, что это космическая любовь. Итак, возникла космическая любовь, в результате которой дети стали несчастными. И спрашивается тогда, вопрос такой, а что же произошло? Что такое? Потом человек спрашивает, а что, собственно, произошло? Оказывается, этот человек не знал, он не имел знания, и в результате того, что он не имел знания, он и пострадал. Другой причины нет. И так происходит с каждым из нас, кто не знает этой темы по всей жизни. Каждое желание, которое нахлынувает на нас, неожиданно возникает в нашей голове, является силой, которая действует на нас из прошлого, и мы должны отречься от нее, иначе мы будем страдать. Даже если она хорошая, эта сила, все равно нам придется от нее отречься. Даже если она приносит счастье. Я сейчас это объясню. Итак, свобода выбора заключается в том, что человек должен научиться желать того, чего он запланировал желать. то есть, он ставит перед собой определенную цель. У него есть высшая цель в жизни, есть какие-то менее высшие цели. И все эти цели, цель, на все эти цели он дает обеты. Что значит обеты? Это значит, что он говорит, я клянусь, что это будет таким образом, несмотря ни на что. Я клянусь, быть верным своей жене, несмотря ни на что. Я клянусь, изучать, кто такой Бог, есть Бог или нет. Это высшая цель в жизни, считается изучать, есть Бог или нет. Надо изучить этот вопрос. Он самым главным считается в жизни. На втором месте стоит следующий вопрос. Я вечный или я тленный? Я вечный или я... Если я вечный, значит мне надо заниматься чем-то другим, чем дом строить, потому что дом со мной в следующую жизнь не пойдет. Если я вечный, значит я должен больше времени уделять чему? Самосовершенствованию, что в следующей жизни я дальше продолжал этим заниматься. Если я тленный, если у меня нет вечной природы, значит можно делать, что хочешь. Гулять, пить, веселиться, не обращать на что внимания. В любом случае, правильно ты решил или нет, жизнь покажет. Но человек должен принять такие решения и действовать согласно своему убеждению. Если он испытывает потом жуткие страдания, значит он ошибся. Проверка на своей жизни самая эффективная. Но согласно ведическому знанию, разумный человек проверяет не на своей жизни, а он изучает знания мудрецов, которые уже все проверили. И такой человек не ошибается. А неразумный проверяет на своей жизни. Итак, молодой человек увидел красивую девушку. У него появилась мысль, что он знает ее с прошлой жизни. Он ее сильно полюбил и понял, что это действует на него прошлая карма, которая заставляет его вводить в это состояние, входить в это состояние. У нее не было никаких сил избавиться от этого. Он чувствовал, что она привлекает его, и у нее не было никаких сил отказаться от общения с ней. Он подошел к ней и сказал ей, несмотря на то, что он понимал, что происходит, он сказал ей, здравствуй. Она сказала, здравствуй. Взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Но, но, когда он пришел домой после этого, он увидел свою жену, вспомнил свои обеты, обязанности перед ней, очень сильно раскаялся и не выходил на улицу неделю, пока не пройдет плохая карма, которая на него навалилась. Как только она прошла, он вспомнил это, как кошмарный сон, и забыл. И на этом вся его несчастная жизнь закончилась. Это означает быстрая отработка кармы. Некоторые люди по дороге судьбы ползут брюхом, и на каждой кочке они раздирают себе нос в кровь. Это означает отсутствие знаний, как правильно жить. Другие на корточках ползут и спотыкаются о более большие препятствия. Третьи идут шагом, и они, когда большая гора, они встают, не знают, что делать. Четвертые летят над дорогой своей судьбы. Те, которые летят, означают, что они владели высшим знанием. Они могут за одну жизнь преодолеть препятствия больше в тысячи раз, чем те, которые ползут по своей судьбе на пузом. Понимаете? Один человек не может для него кажется большим страданием, просто потому, что он не может какую-то мелочь решить со своей женой. А другой человек страдает сильно из-за того, что человечество движется не в ту сторону. Понимаете? Это означает разный уровень полета. Полет разный у таких людей. Итак, отречение означает, что человек способен жить по-человечески. Согласно ведическому знанию, те люди, которые не способны отречься от навалившихся на них желаний сиюминутных, на самом деле, согласно ведам, не являются людьми, а живут в человеческом теле как животные, и в следующей жизни они будут также животными. Единственная возможность родиться в следующей жизни в человеческом теле сохраняется только у тех, кто способен отказаться от ненужного ради достижения счастья. Потому что человеческая жизнь предназначена для достижения счастья. Те люди, которые понимают, что счастье ограничивается сексуальными наслаждениями, едой, сном и комфортом, эти люди находятся на животной концепции жизни. Согласно ведическому знанию они называются рафинированными животными. Кто такое рафинированное животное? Животное тоже хочет кушать, заниматься сексом, а ей нужно обустроиться в жизни, роет себе норку. И также ей нужно спать, животному нужно спать. Если человек занимается тем же самым, но при этом у него есть разум, а разум означает свобода выбора, способность отречься от ненужного, это значит, что человек не использует свой разум по назначению. И он в следующей жизни рождается животным, потому что ему разум не нужен. Теперь сразу у людей, которые находятся в страсти, возникает вопрос, что значит не спать, не есть, не заниматься сексом и не строить себе жилье, не жить в квартире, жить на улице. Нет. Это другой вид крайности, который называется ложным отречением. Согласно ведом, существует два вида крайностей. Первый вид крайности полностью подчиниться всем желаниям, которые возникают в голове. Второй вид крайности отказаться от всех желаний, которые возникают в голове. И тот и другой вид крайности называется безумием. Безумием. Ну вы знаете, что желание, когда человек потакает своим желанием, это его к чему приводит? Какой результат? Веды говорят, к чему приводит? Все желания человек удовлетворяет, какие только есть. Его приводит это к наркомании, к преступности, дальше к чему? К разврату, к обжорству и так далее. То есть желания-то они же ничего хорошего не могут принести нам. Безудержные желания, они всегда приводят к крайностям, которые в конце концов заставляют человека сильно страдать. Если же человек контролирует свои желания, это значит, что он способен отречься, в какой-то степени способен отрекаться от своих желаний. Потому что желания имеют абсолютно ненасытную природу. Мы под своей природой духовной, это значит, что мы имеем безграничные желания. Наше желание имеет вечную, вечно возрастающую силу. И человек никогда не насытится тем, чего он хочет. однако же человек должен знать, что если он желает духовного, то он тогда действует в той сфере, которая действительно является самой по себе ненасытной. И дает возможность возращивать желания бесконечно. Например, если мы начинаем радоваться людям окружающим, мы можем бесконечно взращивать в себе желания радости, и от этого мы не пострадаем. С другой стороны, если мы хотим заниматься сексом и взращиваем в себе в это желание, то результат будет печальным. Вы со мной согласны или нет? Рано или поздно сексуальное желание может привести к извращениям сексуальных, потому что простой секс уже не будет удовлетворять, нужно будет чего-то новенького. В результате это желание будет возрастать все больше и больше и больше, и в конце концов будет просто большая неприятность одна. Таким образом, есть духовные желания, есть материальные. Согласно ведическому знанию, человек должен контролировать в себе побуждения, которые возникают в результате его влияния прошлых жизней. Эти побуждения, они приводят его к возрастанию материальных желаний. Все свои материальные желания он должен контролировать. Это означает, что он должен отрекаться от ненужного. согласно ведическому знанию, человек не должен себя всю свою жизнь посвящать зарабатыванию денег, сексу, обустройству своей квартиры и желанию спать. Он не должен посвящать всю свою жизнь этому. Он должен посвятить свою жизнь самосознанию, очищению своего сознания от корысти, от эгоизма. И когда человек действует таким образом, он достигает счастья, согласно ведическому знанию. Как это происходит, мы с вами сейчас поговорим. Вот смотрите, давайте на простых жизненных примерах. Два человека курят. Кто из них будет более счастлив? Тот, кто способен бросить курить навсегда, или тот, кто способен больше наслаждаться курением, чем тот, чем другой? Кто будет больше счастлив? Кто способен очень сильно наслаждаться сигаретой, или тот, кто способен бросить курить? Теперь у меня вопрос, как вы считаете, если человек способен очень сильно наслаждаться сигаретой, очень сильно, и предаваться этому наслаждению полностью, способен ли он бросить курить? Нет. К чему приводит такое сильное желание? К увеличению дозы курения, так? Приводит дальше к чему? К тому, что у него возникает финансовые трудности, потому что надо много денег на сигареты тратить. Дальше у него портится здоровье. Испорченное здоровье не дает возможности ему нормально трудиться, повышать свою возможность роста, как бы он мог на производстве. Таким образом это бьет еще раз по финансам. Также в нем разочаровывается жена, потому что ни здоровья, ни денег от него нет. Вот, в результате сильная тяга к курению приводит человека к большим страданиям, несмотря на то, что он способен наслаждаться курением больше, чем другой. То же самое, сильная тяга, допустим, к наслаждению. Допустим, человек хочет быть просто счастливым, и он сильно стремится к этому, но стремиться для него наслаждение не означает трудиться, а означает просто иметь это и все. В результате к чему он приходит? Вот человек, вот такая концепция счастья. Я хочу наслаждаться прямо сейчас, я хочу испытывать счастье большое прямо сейчас, но делать ничего я при этом не хочу. К чему это приводит? А? Это приводит к спиртному и наркотикам. Вот я сейчас прям хочу быть счастливым, ну как еще можно стать счастливым прямо сейчас? надо шаркнуть сто грамм или или уколоться. А? Как? От ста грамм мало, да, счастье? Надо больше, да? Вы правы, вы говорите правильно, но вот поймите концепция такая, человек хочет прямо сейчас счастья, ему не хочется проделать ничего, понимаете? У него нет другого выхода, ему придется пить сто грамм, ему придется наркотик, нет, вы не считаете это? Почему вы так не считаете? А какая у вас концепция? Правильно, это уже вывод, это вывод, вы говорите вывод, а я говорю о концепции. А? А? Правильно, это означает вывод, только с помощью правильного вывода можно стать разумом, разум означает правильный вывод, означает знание. Мы говорим сейчас не о знании, а о желании счастья, есть разные виды желания счастья, а разумный человек ищет, выбирает где счастье лучше, где правильнее, какое счастье правильное, он сразу не желает быть счастливым, он хочет изучать, сначала он изучит, потом будет счастливым. Неразумный человек хочет счастья прямо сейчас, ему не нужно изучать ничего, понимаете? Он хочет сейчас и быть счастливым, ему не нужно ничего изучать, он говорит, я не хочу изучать, я хочу счастья прямо сейчас. Ну какой у него вариант еще есть, кроме спирта и наркотиков? Секс это надо тоже куда-то, понимаете, искать кого-то, идти, это же трудно в какой-то степени. А? Спирт? Я согласен, но не так долго, как бутылку, не так долго искать, как женщину, на самом деле. Ну правда, сейчас уже меняется как бы жизнь. Я, наверное, отстал от жизни. Ну так или иначе, как бы, возможно, это тоже сейчас можно вариант рассматривать таким образом. Однако же опыт показывает, что люди, которые не хотят трудиться во имя своего счастья, чаще всего становятся алкоголиками и наркоманами. Это означает сильное, безудержное желание быть счастливым, которое ничем не контролируется. Другими словами, смотрите, чем меньше способность, чем меньше в голове силы отречения, отречение должно быть сильным. Чем меньше в голове силы отречения, а это не что иное, как сильный разум, я вам скажу. Потому что разум означает выбор между нужным и ненужным. На нас навалилось желание сильное какое-то, можем мы с ним справиться или нет. Навалилось сильное желание, и здесь вот это желание, оно порабощает человека, оно говорит ему, делай так, это твое, ты должен быть таким, ты сам знаешь, что это хорошо. Оно ему говорит, оно доказывает свою силу, желание. И человек, он что должен сделать? Он должен, что человек сильного разума, что он делает? Он говорит, нет, нет, стоп, стоп, подожди, я не хочу сейчас поддаваться на это желание, надо разобраться, что происходит. Ему хочется сильно, и в это время он, несмотря на то, что ему хочется, он разбирается. Он думает, так, у меня какая цель в жизни? Вот такая. Значит, что я должен согласно этой цели делать? Вот это. Зачем же тогда мне сейчас этим заниматься? Я же уничтожу свою цель. И такой человек, несмотря на сильное желание, он пытается себя удерживать со всех сил, как только может, от этих побуждений, которые возникают в его голове. Но это еще не значит, что он обязательно устоит перед ними. Потому что бывают настолько сильные побуждения, что они ломают просто все, весь разум, даже очень сильного человека. Самый сильный человек может какую-то секунду сломаться и пойти на поводу у своих побуждений, которые возникли у него в голове. Однако же, разница между сильным и слабым заключается в том, что сильный, когда побуждение удовлетворено, немедленно раскаивается и делает то же самое, да? Потом в следующий раз. Нет. Немедленно раскаивается и изучает, как ему в следующий раз избежать того, что произошло. И потом, изучив серьезно этот вопрос, он тренируется, чтобы дальше найти себе силы, чтобы такого больше не происходило. Это так действует разумный человек. Разумный человек не означает, что он живет безоблачной жизнью. У него тоже есть трудности, потому что желание имеет огромную силу. Они могут нас сломать в любую секунду. Итак, что такое отречение? Отречение означает истинная свобода выбора. Человек, который способен отрекаться, это значит, он свободный человек, понимаете? Он не раб. Так, люди, которые не понимают эту тему, они думают, вот вы пришли сюда на лекцию, вы слушаете этого очкарика, и вы на самом деле рабы его слов. Вот то, что он говорит вам, вы будете делать, вы рабы. А я делаю, что хочу. Хочу, туда пойду, хочу, пойду сюда. У меня нет никаких проблем. Вопрос заключается только в том, откуда берется это хочу. А оказывается, согласно ведическому знанию, это хочу берется из его прошлых желаний и поступков. Оно никоим образом не связано с его настоящими побуждениями и целями в жизни. Оно связано с тем, что эта лавина действует на него из прошлого и влияет на его жизнь из прошлого. Таким образом, он является марионеткой в руках своих прошлых желаний. Неизвестно, кем он был в прошлых жизнях. Может быть, он был деградантом и еще кем-то. И представляете, в любой момент на нас могут наводиться совершенно непонятные желания. Что такое сумасшествие? Что такое сумасшествие? Как вы считаете? Согласно этой теме. Сумасшествие означает, что человек совсем не может сопротивляться тем идеям и желаниям, которые возникают в его уме. Все. Это сумасшедший человек. Почему? Потому что ему невозможно доказать противное. Он говорит, я Наполеон. Попробуй ему докажи, что он не Наполеон. Он говорит, я хочу спрыгнуть с девятого этажа. Попробуй ему докажи, что этого не надо делать. Это означает сумасшедший человек. Тот, кто не способен отрекаться. Отречение означает деятельность разума. Высшая деятельность разума. Не просто деятельность разума. Потому что разум может привязываться к деньгам. Разум означает знание. Допустим, ученый, серьезный ученый, он видит высшую цель своей жизни в деньгах. И чем он занимается? Он пишет диссертацию о том, как деньги делают человека счастливым. Потому что это его цель. Он не может представить, что деньги могут сделать человека несчастным. У него нет такой идеи. Дальше, человек сильно привязан к сексу. Его разум, его знание означает, что секс самое большое счастье. Он ученый, серьезный ученый. Он начинает изучать. Сразу, немедленно. Что секс это самое большое счастье. И на самом деле, тот, кто достигает сексуального, вот этого вот, максимального сексуального счастья, он является самым счастливым человеком. Так, веды говорят о энергии психической. Давайте будем изучать веды. Но самое главное же, секс. Правильно? Веды на втором месте стоят. Секс на первом. В результате, согласно ведическому знанию, надо контролировать чувства. Правильно. Но для чего? Для того, чтобы дольше и лучше заниматься сексом. В результате возникает такой вид знания, якобы ведического. Который означает определенное использование мантр и тантр с целью удерживать как можно дольше половую энергию во время полового акта. Такой человек, который натренировался очень сильно удерживать эту половую энергию и достиг больших результатов, в следующей жизни раздается в определенном виде обезьян, где очень долго могут заниматься сексом, часа два-три в день. Потому что это обезьянные занятия, понимаете? Это не для человеческого тела предназначено. Чем человек от обезьяны отличается? Тем, что у него есть разум. Разум означает поиск высшей истины. А не означает, что надо его направить в нижние центры. Для чего-то уже у нас развились высшие центры. Нижний центр означает секс. Высший центр означает духовное счастье. Человек, который путает местами эти вещи, на самом деле идет на поводу своих желаний. Чем такое ученое отличается от просто человека, который просто любит заниматься сексом? Зачем теории большие создать? И не занимается такие проблемы. Таким образом, сильный разум еще не означает чистый разум. Сильный разум способен создать большие теории, создать большое какое-то огромное знание, которое будет учить людей, люди будут много последователей, люди пойдут за этим человеком, они будут видеть, что это ученый, он действительно знает, о чем говорили. Эта идея очень большая, она заваливала сейчас массу людей. Идея о том, что надо заниматься, как там, сексуальной тантрой, или как там, тантрическим сексом. То есть это очень важно в нашей жизни. Оказывается, это дает духовный прогресс. Надо научиться сдерживать семя так, чтобы оно совсем не выходило, и можно сексом сутками заниматься. От этого будет духовный прогресс. Но духовный прогресс означает не занятие сексом, а нечто противоположное, согласно витическому знанию. Духовный прогресс означает, что человек достигает высшего счастья. Высшее счастье от низшего счастья отличается тем, что оно не находится в области тела. Высшее счастье, оно вне тела находится, оно является духовной природой, имеется. Означает, что, допустим, я повторяю, я желаю всем счастья. Если человек повторяет эту фразу, то он достигает более высокого понимания счастья, чем сексуальный. Если человек контактирует своей психической силой с Богом, он еще больше продвигается в этом направлении, способен еще более высокое счастье почувствовать, чем сексуальное. Согласно ведическому знанию, духовный транс взаимоотношений с Богом в миллионы раз сильнее любого самого большого полового наслаждения. В миллионы раз сильнее, ни в 10, ни в 15, ни в 20. И это состояние вот этого духовного транса, когда человек испытывает очень большое счастье духовное, у него муки духовные от этого счастья происходят. У него там волосы дыбом встают, там мурашки по телу бегают, ему уже не хочется ни есть, ни пить, ни спать. И он может в этом состоянии находиться не 5-7 минут, а он может находиться в нем всю жизнь. Не выходя из этого состояния, он испытывает огромное счастье. И в следующей жизни он не обезьянно рождается, а попадает в духовный мир. Вот для чего дан человеку разум, для того, чтобы разобраться, какое счастье более сильное. Животное не может в этом разобраться, оно принимает условия жизни просто, как им есть. У него нет практически свободы выбора. Какое желание нахлынуло, так и действует. Человек должен иметь свободу выбора. Итак, согласно ведическому знанию, цель человеческой жизни – воспитать себе контроль чувств. Дальше все остальные цели можно ставить уже после этого. Мы должны научиться контролировать свои чувства. Чувство – это та сила, которая заставляет нас идти на поводу у наших желаний. Мы не знаем, что такое чувство. Нам кажется, что чувство – это что-то такое схематичное, теоретическое. На самом деле, чувство – это реальная вещь, которая заставляет нас действовать определенным образом. Вот смотрите, женщина идет по супермаркету. Она просто решила погулять. У нее есть свободное время, и она хочет занять его с пользой для дела. Она просто идет по супермаркету и не знает, что чувство зрения для нее является огромной силой, которая ее может поработить в любую минуту. Она не знает этого, она думает, что это все просто на самом деле глупость. И она идет, и вдруг, неожиданно для себя, она замечает стиральную машину с космическим управлением. Ну, я не знаю, с каким там дистанционным, там 500 скоростей, там объем 500 килограмм. Ну, и так далее. То есть, очень крутую, в общем, очень крутая стиральная машина, занимает очень мало места. Вот, можно стирать, не выходя из зала в ванне. Все делается само. Вот, белье само развешивается и так далее. Ну, в общем, крутая, но новейшая модель. И она просто в шоке. Она никогда такого в жизни не видела. И она думает, сколько ей надо работать, дальше, о чем она думает? Сколько ей надо работать, чтобы эту машину иметь в стиральной. И дальше что происходит? Она начинает работать несколько лет для того, чтобы получить себе эту стиральную машину. Если бы она просто вручную истирала все это время, она бы меньше энергии истратила, чем она заработала на эту стиральную машину. Однако же ей так не кажется, и кажется, что это облегчит ее жизнь, но через пять лет. А сейчас надо упахиваться и работать на дополнительных работах, ограничивая себя и свою семью во всем. У меня к вам вопрос. Вопрос заключается в том, я жизненную ситуацию рассказал или что-то придумал? Вот те, кто не понимает, что это жизненная ситуация, на самом деле недооценивают тему нашей беседы, и они попадутся в лапы чувств. Потому что чувства в любую минуту могут скрутить и сказать, иди к той женщине, покупай эту вещь, издевайся над своим ребенком, он должен у тебя получить высшее образование. А он не может просто получить высшее образование, у нее не такая конституция. Оказывается, у детей разной конституции бывают. Они иногда могут быть счастливыми от простого труда, а иногда от квалифицированного. Мы не знаем этого, надо изучать. Однако же мое желание сделать так, чтобы ребенок был ученым. Я хочу. Все ты сделаешь несчастным своего ребенка и себя. Я знаю один случай, когда мальчик хотел просто быть водителем. Он просто хотел быть водителем. Родители с малолетства заставляли его учиться, получить высшее образование. Уже в восьмом классе он начал сильно нервничать. Он злился постоянно, ходил. А его заставляли учиться очень серьезно. Потом его заставили поступить в институт. Он не хотел в институт. Он ходил там, на какую-то там, к рабочим, которые водят машину, там общался с ними. Вот в конце концов он бросил институт. Родители были в шоке. Все друзья осудили его. Все друзья родителей осудили его. Он был несчастным человеком. Он начал пить. Начал пить. В конце концов они и плюнули на него. Решили, что он неудачник. Они дали ему возможность работать там, где он хочет. Он поступил. Он как раз стал водителем. Но уже к этому времени он был пьяницей. Вот. Он начал пить. И в конце концов выгнали с этой работы. Потому что он не квалифицирован на ней. Он пьет. Представьте, он начал пить своих родителей. Он жил с ними, потому что у него не было денег. Он начал пить своих родителей. Эту историю рассказал мне мой друг. И в конце концов он просто выпрыгнул со второго этажа и погиб. В горячке. В белой горячке. Ему было 23-24 года. Спрашивается, в чем является пусковой механизм всей этой идеи. Почему человек погиб. В чем, кто виноват в этом и все. Он конечно имел плохую карму на это. Конечно это так. Однако же, надо знать, что если бы его родители смогли воспользоваться правильно своей свободой выбора. И перестали бы хотеть, чтобы он получил высшее образование. Потому что они видели, что он совсем другого типа. Человек другого типа. Тогда бы они спасли ему жизнь. Но ему пришлось умереть. Если бы ему по карме пришлось умереть в это время. По крайней мере, родители бы за это не отвечали. Не было. А сейчас, вот в этой ситуации, они понесут наказание за это. Почему? Потому что они неправильно использовали свою свободу выбора. Они захотели делать то, что является греховным. И они привели к страданиям человека, который в результате уже не смог дальше жить. То же самое. Человек в результате желания сильного своих чувств, он копит деньги на машину, допустим, на гараж. На что-то он сильно копит деньги. Однако же, эти деньги предназначены для благополучия семьи. Они предназначены для того, чтобы семья пользовалась какими-то благами с целью повышать свое сознание. Допустим, для того, чтобы даже съездить в святое место, для этого нужны деньги. Или для того, чтобы ходить вот сюда, допустим, пойти вот сюда, вот просто надо две грехни заплатить за вход. Для этого нужны деньги. А если семья копит на машину, денег нет. На всем экономится. Человеку не даются эти деньги. Это является преступлением или нет? Является преступлением. Но, те, кто копят на машину, сейчас скажут, ну ты загибаешь уже очкарик здесь. Почему? Потому что существует такая сила, которая заставляет считать... Во всем остальном ты прав, кроме этого вопроса. Человек, который имеет внутри себя определенное сильное желание, оно не дает ему поверить, понять то, что это желание может быть плохим. Когда желание захватывает человеком, он становится рабом желания. И поэтому он становится как марионетка в руках судьбы. Судьба его приведет к конечной точке, и он будет сильно страдать за то, что он сделал. Так, например, есть такие уникальные случаи, когда человек всю жизнь копит на машину, потом первый же поезд, так было в Москве, вот один случай был такой. Человек ехал в машине, потом после этого он врезался, чуть-чуть за него задели, у него был разрыв сердца. Он погиб от этой своей собственной машины, потому что он понял, что он не сможет ее отремонтировать, у него нет денег. А он хотел на ней ездить. У него было сильное желание ездить на этой машине. Другие люди вешаются от того, что он вешается из-за того, что он не может взять замуж эту девушку, которую он полюбил, но эта девушка, она не его круга. Она хочет другого мужа себе. Он может спиться, скуриться и просто повеситься. Таким образом, эта тема очень серьезная, как оказалось. И что же нужно делать для того, чтобы так не произошло в нашей жизни или в жизни наших близких людей? Теперь, есть одно из определений, ведическое определение глупости. Оно звучит так. Если человек считает, что с ним это никогда не произойдет, значит он глупец. Запишите себе. Теперь поднимите руку, кто так считает. Спасибо. Вы очень честные. То есть, вы считаете, что у вас с вами никогда этого не произойдет? Я сожалею. Согласно ведам. Силы, это значит, что вы способны противопоставлять влиянию планет. Вы, наверное, никогда не умрете. Невозможно избежать смерти. Согласно ведам, существует четыре вещи, которые мы никогда не сможем избежать в своей жизни. Первое. Мы не можем избежать рождения. Потому что рождение, оно неминуемо. Согласно нашим прошлым желаниям, мы должны родиться в этом теле. И это не зависит от нас. Второе. Мы не способны избавиться от изменений, которые происходят в нашем теле. Которое называется старением. Мы не способны избавиться от старения. Никаких шансов нет. Мы будем стареть в любом случае. Время им обладает могущественной силой. Третье. Мы не можем избавиться от болезни. Нет. Никогда. От болезни мы избавиться также не можем. Потому что можем временно избавиться от болезней. Но могут наступать новые болезни. Болезнь означает определенное влияние. Я сейчас объясню, что это значит. Мы можем нейтрализовать болезни каким-то образом. Но избавиться от них мы не можем. Вы не можете сказать, что вы не будете ничего делать и вы не будете болеть. Избавиться означает, что они не возникают. Понимаете? Избавиться означает, что их нет. Все. Они уничтожены. Болезни будут приходить к нам. Потому что мы живем на средних планетных системах, согласно ведическому знанию. Здесь счастье и страдания поровну. Болезни означают определенный вид страдания. Страдания приходят к нам, потому что мы здесь родились. Вот на высших планетах там нет болезней. Однако же там есть смерть. И они не могут избавиться от смерти. Точно так же, как мы не можем избавиться от болезней. Болезни есть. Мы можем их нейтрализовать. Это правильно. С этим я согласен. Мы можем не болеть всю жизнь. Но для этого надо прилагать усилия. Понимаете? Мы можем не болеть, но нельзя сказать, что мы избавляемся. Потому что усилия-то мы прилагаем. Мы же сопротивляемся этому. Я же не могу сказать, вот этот человек нападает на меня, он дерется со мной и защищаюсь. Я же не могу сказать, что я от него избавился. Я просто защищаюсь. Он есть. Он действует на меня. Просто мне доставляет определенные трудности, но как бы от этого нет страданий. Болезни не означают страдания. Мы должны, можем их нейтрализовать. И так существуют силы. Так же мы не можем избавиться от смерти. И так существуют силы, которые гораздо сильнее нас. Например, планеты, которые на нас действуют, они гораздо сильнее нас. И есть такие виды болезней, от которых избавиться вообще невозможно. Те люди, которые это не понимают, они находятся в полной глупости. Вот, например, люди, некоторые люди думают, что они способны победить себя во всех отношениях. Однако же, карма может прийти такой силой, такой огромной силой, карма может прийти, что человека просто сломает. Его просто сломает. Он попадет в аварию. Он ничего не сможет сделать, и он перебьет позвоночник. Понимаете, ему придется, по крайней мере, несколько лет лежать бездвижным. Пускай он справится потом. Это нет проблем. Но, однако же, есть такой силы, карма, которая просто уничтожает нас. Потому что мы не знаем, что мы совершали в прошлой жизни. Сколько людей мы прибили. Сколько мы сделали глупостей. Понимаете, мы не знаем этого. Кто из вас знает? Никто не знает. На средних планетах никто не может знать своей прошлой жизни в полной степени. Кроме самых возвышенных, чистых, святых людей. Безгрешных абсолютно. Таких очень мало. Очень и очень мало. Итак, может быть единицей несколько человек на всей земле. Не надо думать, что несколько человек в этом зале. Несколько человек на всей земле. Некоторые считают, что они знают свою прошлую жизнь, но они еще не знают, что они знают. Как проверить, очень просто. Если вы знаете свои прошлые жизни, пожалуйста, расскажите всем, чем вы занимались в утробе матери в раннем детском возрасте. Подробно, досконально. Потому что это знание гораздо проще, чем знание о своих прошлых жизнях. Знать о том, чем ты занимался в этой жизни, подробно каждую секунду, гораздо легче, чем знать свою прошлую жизнь. Хотя бы небольшие факты из своей прошлой жизни. Понимаете, о чем я говорю? Это доступно только безгрешным людям, которые вообще не грешат. У которых ум абсолютно чист, как зеркало. Это возможно только для таких людей. Однако же наш ум также имеет такое свойство. Если мы сильно хотим узнать свои прошлые жизни, ум создает нам эту картину. И нам кажется искренне, что мы знаем свои прошлые жизни. Такая функция ума есть. Но это абсолютная иллюзия. Ладно, я не буду дальше управляться в эту тему. Итак, существуют силы, они действуют через планеты, которые ломают нас. У нас не может быть сил справиться с ними. Бывают такие силы. Это называется неминуемое наказание. То есть есть разные типы наказаний, которые можно нейтрализовать, которые можно нейтрализовать с большим трудом. Есть типы наказаний, которые нельзя нейтрализовать. Просто нельзя, никаких шансов нет. То есть человек может быть уничтожен или покалечен этим наказанием. Понимаете? И тот человек, который не понимает этого вопроса, является глупцом. Почему он является глупцом? Потому что он не будет прилагать чрезмерных усилий, очень больших усилий, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть справиться с этой проблемой. которая может на него навалиться. Вот этому, согласно ведам, человек не должен терять ни секунды времени для того, чтобы постичь знания, которые способны его защитить от тех трудностей, которые могут неожиданно на него навалиться. Вот сейчас мы пройдем другой вид опроса. Поднимите руку в зале те, которые перенесли ужасные страдания и которые не знали до этого, что такое вообще в жизни бывает. Поднимите руку. Теперь из тех, кто поднял руку, скажите мне, вы могли в тот момент, когда вы так испытывали такие страдания, могли справиться с собой или нет? Практически невозможно. Практически невозможно. Понимаете? А до этого вы считали? Кто из вас до этого считал, что такого не бывает? Поднимите руку. А теперь вы так считаете? Нет. Это называется награда. Когда человек испытывает подобные вещи, остается живым, награда судьбы называется. Человек награждается не только большим богатством, но и знанием о том, что жизнь может быть очень трудной. В результате этой награды человек не тратит зря жизнь. Он каждую секунду жизни посвящает очень важным делам в своей жизни. Итак, существует непреодолимая карма. Однако же, согласно ведам, несмотря на эту непреодолимую карму, человек может быть счастливым. У него остается свобода выбора быть счастливым. И это состояние сознания, при котором человек может быть покалеченным, сильно больным, отсутствовать пища, отсутствовать вода, а у него может быть отсутствовать прохлада, то есть очень сильно жарко. У него может отсутствовать что-то в его жизни. Там разлука с близкими, разлука с чем угодно, со своей любимой работой, со своим голосом, со своими глазами, с ушами и так далее. И в этом состоянии сознания, если человек знает, что такое отречение, если человек понял, что такое отречение, он способен оставаться счастливым, несмотря ни на что. Как это возможно? Кто может сказать, почему это так? Это две веды так вот, это не мои слова. Это написано во многих физических писаниях. Итак, кто может сказать, почему так происходит? А иначе от не мучения. Просто приходится признавать, что все прекрасно. Вы правы, но это не совсем правильный ответ. Потому что само по себе человек, который считает, что все прекрасно, несмотря на мучения, это значит, что он имеет какую-то силу. Вот давайте так рассуждать. Понимаете, не надо быть просто теоретиком. Давайте поймем с вами, что если ты никого не любишь, значит ты никого не любишь. Если ты делаешь вид, что ты кого-то любишь, это еще не значит, что ты кого-то любишь. Правильно? Точно так же, если у тебя что-то болит, это не значит, что оно не болит. Может делать вид, конечно, улыбаться, но у тебя болит. Понимаете? Дальше, если у тебя нет денег, это не значит, что они у тебя есть. Может делать вид, что у тебя они есть, но у тебя их нет. И это состояние само по себе, что они у тебя, его нет, их нет, оно ведь капает на мозги, что нет любимой девушки, капает это на мозги, а хотелось бы кому-то. Так дальше, что нет работы, может делать вид, что нормально безработно уже, но хотелось бы. Дальше, хочешь двигаться, не можешь. Есть ответ на этот вопрос. Есть сила, которая дает человеку возможность быть счастливым, несмотря на то, что постоянно присутствует страдание в его жизни. И эта сила называется не просто способность отвлечься, хотя эта способность отвлечься сама по себе указывает на присутствие силы. Эта сила называется высший вкус к высшему счастью или духовное знание. Высший вкус означает самый вкусный, то, что самое вкусное. Духовное счастье самое сладкое, самое вкусное. Вкуснее его ни в чего нет, поэтому человек, который обрел духовное счастье, уже не привлекается сильно материальным. Ему, конечно, по судьбе хочется иметь жену, подвижность организма, слух, зрение и так далее. Ему все это хочется иметь. Однако же, имея духовное счастье, человек не чувствует себя обделенным. Почему? Потому что он имеет то, что гораздо вкуснее, чем все, с чем он сталкивался в своей жизни. Однако же, если человек до момента, когда судьба ударила по нему, не смог обрести духовное счастье, это значит, что он не выполнил тот экзамен, который поставила перед ним судьба. И в результате этого он не сможет испытывать счастье в самую трудную минуту своей жизни. Согласно ведическому знанию, у каждого человека обязательно будет такая трудная минута. Почему? Потому что планеты движутся циклически, и самые плохие планеты когда-нибудь рано или поздно выстроятся в один ряд над нами, над конкретным человеком. Это значит, или они комбинацию самую плохую займут. Это значит, наступит такой момент, когда все силы оставят человека, когда все родственники не смогут ему помочь, когда ему не сможет помочь ни работа, ни здоровье, ни жена, ни дети, никто. И он будет в абсолютно безысходной ситуации. Понимаете, у кого-то без перед смертью это возникает, у кого-то возникает в течение жизни такой момент. И только высшее знание о самом большом счастье помогает человеку избавиться в этот момент от трудности жизни. Поэтому не существует отречения беспривязанности. Согласно ведическому знанию, человек, который считает, что он может просто разорвать ненужное, не имея при этом нужного, такие люди, которые так думают, тоже являются глупцами. Почему? Потому что все наше существо направлено на счастье. Мы не можем отказаться от счастья. Веды говорят, если ты только знаешь вкус меда, тогда ты можешь от патоки отказаться, потому что мед вкуснее. Ты можешь от патоки, мало сладкой, такой чуть подслащенной патоки, отказаться, если ты уже почувствовал вкус меда. У тебя есть баночка с медом, у тебя есть немножко патоки, ты можешь отказаться от патоки, потому что мед вкуснее. Однако же, если у тебя нет ничего сладкого, и есть только вот эта вот баночка с патокой, ты от нее не сможешь отказаться, если ты любишь сладкое. тебе захочется ее кушать если у тебя появляется мед нет проблем можно отказаться во имя меда согласно ведическому знанию человек который берет и говорит я бросаю курить, я бросаю курить, я бросаю ой, простите зарапортовался и так я бросаю это невозможно видите, я увлекаюсь очень сильно простите так это невозможно почему? потому что более высокого вкуса то нет люди кодируются есть такой способ избавиться на время, можно несколько лет на время от какой-то вредной привычки это испугаться его используют сейчас очень эффективно человека пугают, там вживают капсулы ему там пугают гипнозом установками и так далее всевозможными человек верит в испуг и в результате этого он отказывается на время, может быть на длительное время отказывается это тоже неплохо, почему? потому что когда человек может отодвинуть от себя ненужное на какое-то время у него есть возможность подумать и привязаться к чему-то нужному так некоторые люди отказавшись от курения допустим с помощью кодирования потом занимают свой ум чем-то другим более полезным и интересным и в конце концов забывают про сигарету однако же не привязав свой ум к более полезному и интересному человек не способен отказаться от сигареты и он потом возвращается к ней вновь таким образом отречения без позитивной привязанности не существует поэтому согласно ведическому знанию самым защищенным является тот человек который имеет самые лучшие привязанности в своей жизни только такой человек способен на самое большое отречение и самое большое отречение это не означает всех бросить бросить семью бросить работу и уйти в монастырь это не означает серьезное отречение серьезное отречение означает ничего не бросать И в той ситуации, в которой ты находишься, найти в себе силы прогрессировать и двигаться вперед не только самому, а еще и помогать двигаться вперед всем остальным людям, которые тебя окружают. Тайно или явно. Однако же, существуют люди, которые уже отработали свою семейную карму, и это тоже надо знать. Эти люди, их долг жить в храме. Они должны быть священниками. Они должны быть полностью отречены от семейной жизни, не должны иметь секса. И признаком таких людей, явным заключается, явный признак таких людей заключается в том, что они способны контролировать свое половое желание. Как бы у них не перекрывают мозги во время этого желания. Они способны сказать себе, нет, мне это не самое важное для меня в жизни, есть более важные вопросы. Таких людей очень мало. Очень мало. Но такие люди существуют. И если вы считаете, что они обманщики, все, кто живут в храме обманщики, вы, значит, находитесь в ложном направлении, ваш разум работает. Почему? Потому что люди находятся на разных уровнях сознания. Некоторые уже способны отказаться от семейной жизни и посвятить себя самому возвышенному, духовному счастью, духовному знанию. Не надо считать, что эти люди глупцы. И что они, раз они не имеют семью и живут какой-то другой непонятной жизнью, значит, они ненормальные. Ненормальный же отличается от счастливого человека чем-то, правильно? Ненормальный он испытывает счастье не от того, чего надо испытывать счастье. Веды говорят, от чего нужно испытывать счастье, от чего нет. Духовное знание – это то, от чего нужно испытывать счастье. Это не является признаком глупости, когда человек так поступает. Однако же глупостью также является считать, что все, кто живут в храме, по-настоящему отречены. Некоторые уходят в храм в силу того, что ими овладевает ложное отречение. И об этом я хочу с вами сейчас поговорить, пока у нас еще есть немножко времени. Ложное отречение – это та сила, которая действует противоположно разумности. Это, наоборот, деятельность согласно влиянию чувств. И внешне может казаться, что человек поступает разумно. Он отказывается от всех своих привязанностей, уходит в храм, или он бросает свою вредную привычку, что-то делает с собой, таким образом как-то поступает. Что кажется, что на самом деле он становится лучше, он отрекается как бы. Но, оказывается, часто под этим кроется не истинное отречение, а ложное, которое приводит человека к деградации сознания полной, в конце концов. Давайте разберем этот вопрос. Истинное отречение находится... Человек, который действует согласно истинному отречению, он действует с позиции истинного разума, чистого разума. Он при этом не приносит никому страданий, совершая такое отречение, он не приносит никому страданий. В конечном счете, все становятся счастливыми. Дальше. Он не отрекается от нужного. Это значит, что он выполняет перед всеми свои обязанности, потому что выполнять свои обязанности – это нужное дело. Однако же не все знают, что значит выполнять свои обязанности. Некоторые думают, что выполнение своих обязанностей означает только работа там и так далее. Человек может выполнять свои обязанности, давая духовное знание и так далее. То есть, есть разные как бы уровни выполнения своих обязанностей. Человек, который поистину отрекается правильно, он не отрекается от выполнения своих обязанностей перед обществом. Итак, смотрите, допустим, один человек живет семейной жизнью, у него наступает период Кету. Кету – это планета, которая вызывает желание отрекаться. И вдруг, неожиданно, ни с того, ни с сего, он охладевает своей жене, наступает такой период. Период Кету примерно у половины людей, сидящих в зале, может наступить. Он длится не один год. Не один год. Он длится много лет, кстати сказать. Господа, весь этот период создается ощущение, что никто не нужен. Нет необходимости ухаживать. Не нужен. Это ощущение можно убрать из своей головы в этот период? Практически нет. Практически нет. И рано или поздно человек начинает думать, ну зачем я буду с ними жить, они мне доставляют столько проблем. Зачем я буду с ним жить, зачем я буду заботиться о них? Ведь мне и самому одному хорошо. Я могу жить без них, без детей, без жены там, или без мужа. Зачем они мне нужны? Зачем мне нужна эта работа, которая заставляет мне столько клопот? Лучше я буду голодать. Ну а то, что дети будут голодать, ну это их проблемы. Ну не могу же я там ради них вкавывать, если мне самому это все равно. Я сам могу голодать, ну пусть тогда они тоже голодают. Они же мои дети. Должны и за мной во всем следовать. И так этот период кету или изделяния этой планеты заставляет человека думать, что на самом деле он никому ничего не должен. Он живет как считает нужным, у него нет никаких проблем. Ну родила там эта девушка, с которой я гулял. Ну ее проблемы, надо было предохраняться как-то. Ну в крайнем случае аборт бы сделала. Ну ничего страшного. Вот, это означает ложное отречение. К чему она приводит? Вроде бы кажется, что ничего плохого. То есть она сама родила от него и проблемы. Но это проблемы этого человека или не проблемы? Вот смотрите, с одной стороны кажется, что не проблемы. И если он действительно продолжает находиться в этом состоянии сознания, то ребенок растет, жена его как бы воспитывает. Ребенок, очень ребенок, это мой ребенок, да? Но так влияет кету, мне на него наплевать. Проблема, у него есть проблема у этого человека? Он испытывает страдания или нет? Ему наплевать на него. Он испытывает страдания? Нет. Ему наплевать же на него. Он не испытывает никаких страданий. Ребенок растет дальше, а ему наплевать. не испытывает никаких страданий. Однако, есть ли у такого человека проблемы или нет? А в чем они заключаются? Да, они заключаются в том, что он не выполняет свои обязанности. Это означает, что в следующей жизни он родится в такой же семье, и на него всем будет наплевать. Он будет одиноким несчастным ребенком, сиротой. Он будет испытывать жуткие страдания. И он будет думать, почему я живу сиротой, почему у меня нет папы или мамы, почему так плохо поступила со мной судьба. Он будет так думать. А оказывается, что есть почему. Оказывается, что есть вещи, которые не зависят от наших желаний. И эти вещи являются чувством долга, то есть нашими обязанностями. То есть человек должен воспитывать в себе силу, которая называется силой обетов. Человек, который живет спокойной, вялой жизнью, который не напрягается, не совершает каких-то, как это называется, аскезы. Что такое аскезы? Это добровольное решение себя чего-то. Человек ничего себя не решает. Он, как говорит, я себе позволяю все. Когда человек живет такой жизнью, что происходит? У него нет силы в разуме. Аскезы, только аскезы дают силу человеку. Вот, допустим, надо, чтобы мышцы накачать, нужно что совершать? Добровольное решение. Надо идти в спортзал и качаться целый день стоять. Иначе у тебя не будет силы в мышцах. Если ты не будешь напрягать мышцы, ты станешь дистрофиком. Тело станет слабым очень. Потому что само оно по себе накачиваться не будет. Нужны добровольные решения, нужно поддерживать его. Точно так же нужно поддерживать свой ум. И самое главное аскеза, это поддерживать силу своего собственного разума. Оказывается, точно так же, как человек качает мышцы, существует метод, способ поддерживания силы разума. Этот способ называется дача обетов. Когда человек дает себе обет, он говорит, я рано буду вставать всегда в пять утра. И он каждый день встает в пять утра. Как только он первый раз встал, он чувствует, что ему было очень трудно. Он преодолел желание спать, поднялся. Второй раз ему опять было очень трудно. Третий раз вообще не встал. В следующий раз он сосредоточился, опять захотел встать. И так он борется со своими чувствами. Что происходит в это время? Разум его крепнет в борьбе с чувствами. Чувства его могут побить, много раз побеждать. Но разум его продолжает крепнуть все больше и больше. И что происходит в это время? Разум, становясь крепким, дает человеку возможность. Разум, крепкий разум, это не означает, что это можно использовать только во время утреннего вставания. Это означает, что он способен в любое время его использовать. Он может отказаться от ненужного в любой момент. Его куда-то потащило жизнь. Один раз себе сказал, нет. Означает отречение, истинное отречение. Как отличить ложное отречение от истинного? Ложное отречение означает, что чувства заставляют. Чувства говорят, да тебе это не нужно. Иди туда, наслаждаешься, битта. Ну что, нет, ничего. Успокойся. Это означает ложное отречение. Истинное отречение означает, что человек имеет цель в жизни. У него есть желание чувственное делать так, но он так не делает. Это называется истинное отречение. Чем отличается от ложного? Ложное говорит чувство, а истинное говорит цель. И так у человека есть цель в жизни. Если его цель, он говорит, а мне никто не нужен. Моя цель остаться одним, жить одному и заниматься самоосознанием одному. Мне никто не нужен. Он говорит, такова моя цель. Оказывается, что такой цели не существует. Это не является высшей целью, какой-то очень высокой. И это значит, что эта цель продиктована чувствами. Человек говорит, а я хочу жить, как хочу. У меня такая цель. Это не означает, что это истинная цель. Эта цель продиктована чувствами. А попробуй жить не так, как ты хочешь сейчас. Попробуй жить так, как надо. А и... Уже невозможно. Почему? Потому что, оказывается, разум-то слабенький. Он себя склонен оправдывать. Он говорит, у меня такая цель. Я хочу иметь 20 девушек в своей жизни. У меня такая цель. Я буду стремиться к этому всю жизнь. А ты попробуй не стремиться. Ты считаешь, что это твоя цель? Попробуй к этому не стремиться. Невозможно. Потому что разум очень слаб. Он идет на поводу чувств. Очень трудно различить истинное отречение от ложного. Однако же можно это сделать. Если человек в своей цели руководствуется писаниями, в которых написано, к чему нужно стремиться, а не своими собственными вымыслами, своими собственными выкладками и философскими заключениями, согласно ведическому знанию, в этом случае он никогда не ошибется и никогда не совершит ложного отречения. Однако же, согласно ведам, если человек, несмотря ни на что, считает себя очень умным и образованным, делает собственные выводы и согласно им строит свою цель, свои планы в жизни, то в этом случае, несомненно, он совершит ложное отречение. Почему? Потому что бывают случаи, когда человек не способен отказаться от той идеи, которая возникает в его голове. И он, естественно, привыкший считать себя очень умным, придает этой идее немедленно очень большое значение и строит из нее философию. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек не должен доверять полностью своему уму. Он должен доверять Писанию. И существует такое понятие в ведах, такое понятие, как видеть мир глазами Писания. Что значит мир видеть и слышать мир ушами Писания? Это значит, что человек считает, что свое, его собственное понимание мира, оно очень опасно и несовершенно. Для того, чтобы выработать совершенное Писание, понимание мира, он должен сравнивать свое понимание мира с Писаниями. И вот эта способность сравнивать, сама по себе эта способность, является высшим проявлением отречения. Запомните, это высшее проявление отречения находится только в разуме и никогда не находится в чувствах. Отречение с помощью чувств. Мне на всех наплевать. Это отречение ложное. Истинное отречение, когда человек, несмотря ни на что, даже если он идет на поводу чувств, он знает, в Писаниях написано так, и я поступаю неправильно сейчас. Но он не может отказаться от этой идеи, потому что чувство сильнее его разума. Даже в этом случае он все равно победит свои чувства, потому что рано или поздно он раскается и встанет на правильный путь. Однако же, если он когда-нибудь оправдает свой этот поступок, и скажет, что в Писаниях в данном случае написано так, но есть исключение, и я являюсь этим исключением, то в этом случае он, несомненно, сойдет с истинного пути и попадет под влияние своей плохой кармы. Таким образом, истинное отречение – это отречение в пользу высшего знания, а не отречение в пользу своих желаний, которые возникают в нашей голове. И теперь вы спросите, зададите у меня вопрос, а если мои желания, которые возникают в моей голове, совпадают с Писаниями, и заставляют, мои желания не совпадают с Писаниями, и заставляют меня совершать отречение. И если я в этом случае отрекаюсь, я правильно поступаю или нет? Какой ответ? Нет. Нет. Если ты считаешь, что твои желания, которые возникают в твоей голове, совпадают с Писаниями, и они заставляют тебя от чего-то отречься, чтобы проверить, насколько правильно эта мысль, ты должен подойти к наставнику своему и спросить, как я должен поступать в этом случае. И он, если тебе говорит, не надо этого делать, это значит, что твоя идея вот эта вот, она была неправильно понята. Это ведь Писание может неправильно понимать. Ведь каждый трактует Писание согласно своему коромыслу. Да? То есть, на самом деле, можно пронести столько-то воды, один говорит, у него такое коромысл. Он говорит, больше провести, пронести воду, воды нельзя. Другой говорит, нет, можно больше, у него коромысл покрепче. Понимаете? Каждый судит согласно своему коромыслу. Однако же человек должен понять, что если он действует именно таким образом, он сам трактует Писание, то он тоже не сильно далеко продвинулся в своей жизни. Он действительно не способен быть разумным на самом деле. Потому что, воистину, разумный человек никогда не доверяет своему уму в полной степени. Он полностью контролирует свой ум, потому что чувство может, ум может идти, как на поводу у своих чувств, любой момент уму придается чувствам. Таким образом, человек, который хочет воистину использовать свою свободу выбора и достигнуть счастья в отречении. Счастье в отречении означает отречение от ненужных вещей. Не уходить из дома, как еще раз повторяю, не бросать работу, не третировать своих родственников, в конце концов их бросить. Счастье в отречении означает отрекаться от того, что мешает выполнять свои обязанности и делать счастливым тебя. Это возможно только в двух случаях. Первое, если человек изучает Писание, то есть знание, которое не подкупно, там написано то, что не подкупно. Второе, он имеет наставника, который ему будет говорить, как на самом деле есть согласно этим Писаниям, а не так, как ему и взбредает его голове. Только имея эти две силы рядом с собой, человек всю жизнь способен, несмотря на никаких событий, которые только не, как его только не будет ломать. Его могут же скрутить в три погибели. Если он остается жив при этом, все равно его жизнь не сломает. Потому что он будет действовать согласно влиянию этих двух сил, и он абсолютно становится непобедимым. Каким образом он достигает в конце жизни свои счастья? Несомнение, в этом нет никакого сомнения. Почему? Потому что у нас есть свобода выбора. Согласно ведическому знанию, каждый человек, сидящий в этом зале, может за одну жизнь стать, даже если жизни от жизни осталось очень мало, может стать полностью счастливым человеком. Вопрос счастья означает вопрос преодоления своих прошлых плохих поступков и прошлых своих плохих желаний. И вопрос этого преодоления означает привлечение к чему-то более высокому. Если сейчас кто-то из вас способен почувствовать высший вкус счастья, если вы способны будете это почувствовать, для этого надо еще изучить, что это такое. Я даже могу вам сказать, что это такое. Это абсолютно бескорыстное желание служить людям и Богу. Это желание дает абсолютное счастье. Очень огромное счастье, не сравнимое ни с чем. Но все равно ничего не понятно, даже и несмотря на то, что... Потому что слова не дают знания. Знания дают жизнь. Итак, человек, который способен обрести, это очень высокий вкус счастья. Только такой человек действительно способен справиться со своей кармой. Все остальные пойдут на поводу у своей кармы. Почему? Потому что она заставит быть счастливым так, как ей хочется, а не так, как хочется нам. Не так, как хочется, а так, как хотелось нам. Хотелось бы. Понимаете? Раньше. То есть судьба наваливается и заставляет жить по-своему. Человек раньше имел какие-то взгляды, мечты, но они сломались под влиянием судьбы. И только человек, у которого есть более высокий вкус счастья, он все равно оставляет этот вкус. И так как есть мед, его патока не будет привлекать. Он все равно потом справится с этой своей судьбой плохой и опять встанет на правильный путь. Таким образом, для того, чтобы развить в себе отречение от ненужного, человек должен каждую свободную минуту искать высший вкус к счастью, высший духовный вкус. Без него наша жизнь будет абсолютно незащищенной. Так говорят веды. Итак, ваши вопросы по этой теме. Давайте будем на записке отвечать. Счастье – это качество жизни, но не ее смысл, по большому счету. Это утверждение или вопрос? Счастье – это качество жизни. Что значит качество жизни? Но не ее смысл. Почему не ее смысл? Кто живет не для счастья? Поднимите руку. Кто считает так? Если даже вы так считаете, то еще не значит, что вы живете не для счастья. Потому что человек не может жить не для счастья. Он рожден для того, чтобы жить для счастья. И другого смысла в этой жизни не существует. Если человек лишается счастья, он хочет умереть, ему незачем жить. Почему же вы думаете, что мы живем не для счастья, что счастье не является смыслом жизни? Потому что мы имеем духовную природу. В духовной природе существует мы душа. У души есть три составляющих, которые мы не можем из себя выкинуть, как бы мы ни пытались. Первая составляющая – вечность. Сколько мы себе не говорим, я вот умру, и все, и меня не будет. Сколько вы себе этого не говорите, вы все равно до конца в это поверить не сможете. Все равно, если вы считаете, что умрете, и вас не будет, почему бы тогда вам сейчас просто не застрелиться? Потому что какая разница, живете вы 20 лет больше или 20 лет меньше, все равно же вас не будет потом. Все. Какая разница, зачем эти 20 лет нужны? Толку от них нет никакого, потому что нет никакого результата. Если вас потом не будет, значит, незачем жить. Однако же человек никогда не застрелится. Зачем ему стреляться? Он думает о завтрашнем дне. Это означает, что он чувствует свою вечную природу. Он думает, что надо жить завтра, значит, он чувствует как-то свою вечность. Итак, первое, что есть у души – вечность. Неотъемлемое качество души, которое мы не вырвем из себя, сколько бы мы глупостей не создавали в своей голове глупых теорий. Второе качество души – это знание. Человек не может вырвать из себя стремление к знанию. Человек говорит, а я не верю, что есть знание какое-то высшее. Вот это и есть твое знание. Ты не веришь – это знание. Ты не веришь ни во что? Я вообще ни во что не верю – это знание. Куда оно тебя приведет? Вот это уже другой вопрос. Знание ведет куда-то человека. А куда ведет человека знание? Вечно ведет человека знание. Вечность – первый аспект, второй – знание. То есть, вечность всегда существует, и вечно человек ищет знание. О чем? О третьем аспекте души, который называется счастье. Человек всегда стремится к счастью, и он должен знать, что он вечно стремится к счастью. И стремиться к счастью можно только с помощью знания, а не с помощью какой-то другой вещи. Даже чтобы позаниматься сексом, надо знать, где это сделать. И как это сделать? Это тоже какой-то вид знания, понимаете? Человек без знания не способен ничего сделать в этой жизни. Поэтому говорить о том, что счастье не является целью жизни – это глупость. Так же, как считать, что без знания можно прожить. Так же, как считать, что мы не имеем вечной природы. Смысл и цель – это одно и то же. Вы просто сейчас сами себя запутали словами. Смысл и цель – это одно и то же. Как это нет? Вечность. Второе – знание. Третье – счастье. Мы стремимся к счастью. В этом цель и смысл. Когда были написаны веды, это же не догма. Веды – это догма. Существует два вида науки. Первый вид науки – это наука восходящая. Веды предсказали, что в тот момент, когда, то есть пять тысяч лет назад, когда придет эпоха деградации, умы людей постепенно захватит идея, что знание имеет право на чистоту только восходящий вид познания истины. Что это такое? Восходящий вид означает, мы способны познать все. Но, кроме нас, вряд ли кто способен на это. Это значит, мы с помощью эксперимента устанавливаем истину, искренне считая, что вокруг нет такого нигде, нет такого разума большого, как у нас. Теперь вопрос, почему? Веды отвечают на этот вопрос. Почему так люди начали считать? Потому что сила их эгоизма неимоверно возросла. Они перестали чувствовать высшие силы вокруг себя. Теперь вопрос у тех людей, которые так считают. А почему эти силы не проявляются вокруг нас? Согласно ведам, человек, который желает, чтобы эти силы вокруг него не проявлялись, никогда не увидит их. Потому что, чтобы их увидеть, для этого надо еще и заслужить. Увидев высшие силы, человек испытывает гораздо больше счастья, чем он может себе представить. Так это большее счастье-то надо заслужить. Однако же человек считает, что если есть высшее счастье, высшие силы, пускай они мне себя покажут. А им это не нужно, потому что у них счастья больше. Если у кого-то больше счастья, и ты будешь сидеть рядом и говорить, пускай, если у него счастья больше, пускай он придет и мне покажет, что у него счастья больше. Да ему наплевать, потому что у него счастья больше. Зачем ему тебя показывать себе? Даже если он к тебе придет, ты ему скажешь, а я не верю. Так, например, согласно ведам, многие из высших живых существ приходят на землю, чтобы отдать знания. Но если человек не хочет его получать, он все равно не получит, даже если они будут ему давать. Ну, все равно я не верю. Где подтверждение со стороны науки? Есть по этому поводу очень хорошая пословица, которая гласит, каждый суслик у себя на поле агроном. Она мне очень нравится, эта пословица. Очень нравится. Она суть всех вещей, вот нашей жизни, она характеризует полностью. Это означает, что человеческая сейчас способ, сама идея познания мира, она очень ущербна. Вот смотрите, мы с помощью эксперимента устанавливаем все и говорим, что экспериментальное познание стоит выше всего. Однако веды говорят, что есть еще нисходящее знание. Означает, что истина преобладает существует у тех, кто выше нас разумом. И они нам дают это знание. И если они действительно существуют, это значит, что это знание, которое у них есть, оно будет уже представлено на земле. Не надо его развивать, оно уже есть. Потому что они его знают и дают нам. Там же описано, как это происходит, как можно это знание передать. Мы сами придумываем, как это знание передается. А там написано, что это знание будет передаваться не через телепатический контакт, как нам кажется. Потому что телепатический контакт означает, что то, что мне взврело голову, то я и говорю. Оно будет передаваться конкретно от учителя к ученику. И учитель еще будет проверять, достоин ты получить этого знания или нет. Еще не каждый достоин. Это не так дешево получить это знание нисходящее. Оно записано все, но попробуй получить. Ты прочитал, ничего не понял. Попробуй его получить, что получить означает изменить свою жизнь. И так есть нисходящее знание. Веды это догма. Догма означает абсолютно истина. То, что невозможно изменить. Однако же наш эгоизм не дает нам возможность считать, что это возможно. Почему? Потому что мы же знаем лучше. Кто определяет цену жизни, кто определяет цену наказания. Веды? Нет. Веды это определяет Бог. Но вы можете сами определить свою цену жизни. Вы действуете, как вы считаете нужным. Бог, он не вмешивается. У нас есть свобода выбора. Вы можете сами действовать, как вы считаете нужным. Вы определите цену своей жизни, своими поступками. Вы не можете жить вне законов этого мира. Это означает, что как вы поступаете, такая будет реакция. Если вы пойдете кого-то пристрелить и вас посадят в тюрьму, таким образом вы определили цену своей жизни. Веды говорят, если человек стремится к бескорыстию и к служению в своей жизни, то он получит счастье. Если он стремится жить для себя, он получит страдания. Так говорят веды. Вы можете проэкспериментировать. Ваш эксперимент будет стоить страданий, но это будет настоящим экспериментом, научным трудом. Так наши ученые, они все с помощью эксперимента постигают. Веды не отрицают экспериментальный путь познания. Однако же выше экспериментального пути должен стоять нисходящее знание. Ведь так оно и происходит. Ученые практически все свои научные термины заимствовали из вед. Атом – это ведическое слово. Дальше. Тонкое тело, которое сейчас изучают. Ум – это ведическое слово. Разум – это ведическое слово. Душа – это ведическое слово. Все, что является объектом нашего познания – это ведические термины. Время – это ведическое слово. Мы все взяли из вед, однако же, нам кажется, что мы сами все это открыли. А генетика? И генетика – это тоже ведическое слово. Только там есть другое название. Мы по-русски говорим. Там есть санскрит. Вы просто неправильно это все поняли и неправильно трактуете мои слова. Я не говорю, что нет генетики. Я говорю, что генетическое состояние организма ребенка совпадает с его прошлой кармой. Однако же, родители, совпадение с родителями является второстепенным. Потому что родители просто создают условия для отработки его кармы, этого ребенка. Это не значит, что генетическое совпадение у ребенка и у родителей нет. Согласно вашей теории генетической, наших ученых, у ребенка нет ничего, кроме того, что есть у матери и у отца. Однако же, это не является истиной. Ребенок может обладать качествами, которые совсем не связаны с матерью и с отцом. У него могут быть совершенно другие способности, даже внешний вид может сильно отличаться. И как бы вся наша наука, она строится на этих догмах. Допустим, существует такой труд, ведические ученые, взяли, раскрыли идею эту. Запретная археология, книга есть такая. Запретная, потому что никто не хочет слышать этих фактов. Дарвин создал теорию от того, что человек произошел из обезьяны. И там существует определенная цепочка развития. Это значит, что определенное количество сот лет, тысяч лет назад, тысяч, сто там, тысяч лет назад, зарождилась жизнь на земле. Там, согласно этим фактам, там постепенно произошла эволюция, и человек из обезьяны стал человеком. Однако же, конкретные факты, конкретные факты указывают на то, что существуют раскопки принадлежности и даже скелета человека, который жил тысячи лет назад, сотни тысяч лет назад. Согласно этой теории эволюции, жизнь возникла где-то в области Африки, она прошла потом на запад и так далее. Однако же, и там нашли древний город, которому восемь или девять тысяч лет. Однако же, в Северной Америке существует город, которому двенадцать тысяч лет, и он полностью сохранился. Там цивилизация не меньше, а еще больше, чем ту, которую нашли в Африке. Эти факты все скрываются, потому что они невыгодны науке. Наука имеет определенные амбиции, определенный эгоизм. Вот эта книга «Запретная археология» это научный труд, он показывает судьбы людей, судьбы археологов, которые полностью потеряли карьеру на том, что они предоставили миру факты, которые опровергают теорию Дарвина. Полностью разбивают пух и прах, никаких шансов не оставляют. И то же самое можно сказать про все виды науки, которые только существуют. Сейчас ведическая космология говорит о том, какие расстояния, какие есть планеты вокруг Земли, какие расстояния до них, как полностью описывают карту нашей Вселенной. Это совпадает с научными данными до Луны, до Марса, до Солнца. Но однако же дальше ученые уже эти взгляды ведические расходятся со взглядами наших ученых. И каждый год наши ученые корректируют свои прошлые взгляды, говорят, это было неправильно, теперь правильно. И они все больше и больше приближаются к ведической концепции. Но у них не хватает ума принять эту ведическую концепцию, исследовать согласно ее. Почему? Потому что эгоизм не позволяет. Если принять эту ведическую концепцию, значит, надо принять Бога, что Он есть. Потому что веды говорят, Бог создал все. А это уже трудно. В этом заключается проблема. Все, вы меня пятый раз уже этот вопрос задаете. Я сейчас не буду. В нашем хороший вопрос. В наше время очень трудно найти наставника, где его искать. Согласно ведическому знанию наставника искать не надо. Как только человек захотел иметь наставника и начал заниматься соответствующей практикой. У нас наставник находится вот здесь. Называется сверхдуша. И по-другому, если вы не верите в Бога, для вас это должно называться голосом совести. Вот здесь находится наставник. Однако же, согласно ведам, действовать он должен через окружающих людей. Он будет действовать не напрямую, а только через окружающих людей. Например, если ты хочешь проверить, действует у тебя голос совести или нет, иди и попроси у какого-то прощения. Если ты считаешь, что я внутри себя могу попросить прощения, этого достаточно, этого недостаточно. Тебя будет учить тот, перед кем ты виновен. Ты должен прийти к нему и попросить у него прощения. В этот момент голос совести тебе скажет, молодец, это твой наставник. Он действует всегда через внешние и внешние объекты, а не через внутренние. И для человека являются наставниками все окружающие люди. Вот вы все сейчас являетесь моими наставниками. Потому что я на вас смотрю. Кто, на кого человек смотрит, тот и учит его жизни. Однако же, если человек хочет слушать выше человека, абсолютно безгрешного, который обладает высшим знанием, для этого он должен к этому быть готов. Согласно ведическому знанию, как только человек проходит все этапы наставничества, которые сначала его учат просто люди, которые живут вокруг него, потом получая более высокий разум, он начинает общаться с более высоким кругом людей, которые для него также являются наставниками. И постепенно он продвигает свое знание, получает возможность общаться, сверхдуша указывает ему на него, говорит, вот твой наставник. Если человек не способен слушать этого человека, она не указывает. Однако есть люди, которые ложное понимание наставничества имеют в своей душе, потому что они все дешево всего хотят. и они говорят, хочу наставника прямо сейчас, самого высшего. Я достойен на самом деле, я самый лучший тоже, поэтому я сам высшего наставника хочу, я достоин. И сверхдуша ему дает возможность, если ты дешево хочешь, нет проблем, выходит это самый высший и говорит, люди, я ваш наставник, поклоняйтесь мне. Они говорят, ура, все, ничего не надо делать. Он говорит, у него есть определенный вид поведения такого наставника, он говорит, делать ничего не надо, кроме того, что любить меня. если вы будете просто любить меня, можете пить водку, заниматься сексом, сколько хотите, в любом случае вы очиститесь от всех грехов. Все. Просто любите меня и все. Я самый лучший. Он не говорит, что я сын там кого-то, я слуга кого-то, он не говорит так, он говорит, я Бог. Я Бог. Служите мне. И сразу толпы народа начинают валить к этому наставнику, они хотят себе такого наставника. Те же наставники, которые истинными наставниками являются, человек к нему приходит и говорит, что мне делать, у меня то да сё. Он ему говорит, делай то, делай то, делай сё. И тот человек, который пришел, он говорит, ну это же трудно. А тот ему говорит, а зачем ты, когда ты ко мне пришел, легкой жизни искай, иди к кому-нибудь другому. Понимаете, общаться с настоящим наставником, это не дешевая вещь, потому что знание духовное, оно сначала режет по сердцу, отрезая у нас ненужное в жизни, а потом дает счастье, только после этого. И кажется, что не должно быть больно, истинное знание должно быть так сладко с самого начала. Но это не такая дешевая вещь, ведь мы заблуждались, и от этого надо отказываться, значит, будут страдания. Не каждый человек готов иметь истинного наставника в жизни, и очень мало кто готов. Поэтому и веды дают возможность, то есть сверхдуша дает возможность человеку постепенно расти, оно дает возможность получать наставничество от своих друзей, и потом более высокий уровень наставничества. Таким образом, не надо думать, что сразу нужно иметь какого-то... Но если человек способен принять любую боль от человека, который ему дает знания, тогда он должен думать о самом высшем наставнике, и это является правильным. Так, вот здесь написано про одного человека, который практикует в Санкт-Петербурге. Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что он попахивает политикой. Я не хочу... не хочу никого обсуждать на этих лекциях, ни за, ни против. Почему? Потому что вы сами должны во всем разобраться. Я не хочу заниматься политикой. А вы знаете, кем вы были в прошлой жизни? Нет, я не знаю. Если да, то как вы распорядились этим знанием? Пока нет, не да. Посмотрим, что дальше будет. Является ли правильным желание делать добро другим людям, если это желание очень сильное? Да, это желание является правильным. Однако же надо иметь знание, как это делать. Если вы будете давать на бутылку алкоголику, это еще не значит, что вы ему поможете. Вот это вы деградируете. Ваш пример с молодым человеком, который отказался от семьи ради другой женщины. Как должна поступать брошенная жена, чтобы по законам вето прийти счастье в дальнейшем, от чего отречься, от чего и отрекаться? Ни от чего отрекаться не надо, кроме своих желаний не нужных. Об этом вся лекция. Надо оставить все как есть, ни от чего не надо отрекаться. Если ты хочешь продолжать любить этого человека, люби его, нет проблем. В этом нет проблем. Однако же, если он живет с другой женщиной, не надо разваливать его семью. Почему? Потому что это будет насилие. Надо понять, что ты с прошлой жизни совершила плохой поступок, будучи в мужском теле, и бросила кого-то, теперь тебя бросают в этой жизни. Таков закон кармы, непреодолимый. И надо перестрадать это. Если есть возможность иметь близкого человека в жизни, можно иметь, в этом нет проблем. Главное, чтобы знать, что на самом деле, если человек действительно способен жить ради близкого человека и правильно это делать, он никогда не отречется. Даже если у него кету находится в самом плохом положении в гороскопе, и он каждый день думает о том, чтобы сбежать из дома. Если жена правильно выполняет все свои обязанности перед своим мужем, у него нет никаких шансов сбежать. Так говорят веды. Он не сможет этого сделать, у него сил не хватит. Потому что во всем действуют одни только силы. В нашей жизни все зависит от силы. Самая большая сила это духовное знание. Если человек пользуется этим знанием, он выполняет просто правильно свои обязанности жена перед мужем, и все. Он порабощен от этой силы, он не может сбежать из семьи. Он будет прогрессировать в результате этого. Жена дает ему большую милость. Но она должна вести себя по-женски и не говорить ему, я твоя гуру, я тебя поднимаю. Должна смиренно подходить к нему, он говорит, что ты хочешь, мой дорогой. Это целая наука, как себя вести в женском теле. В начале лекции вы приводили пример мужа, который совершил ложное отречение. Так, это вторая уже записка. является ли ложным отречением от женщины, отженить бы, если сердце второй год после вашего приезда чувствует все большее счастье на службе в храме. И поскольку, пока девушка не чувствует этого, мне бы хотелось отложить свадьбу. Это очень сложный вопрос. Этот вопрос невозможно ответить по записке. Сама служба в храме не означает, что надо откладывать женитьбу. Это совершенно неправильное понимание вещей. Это не означает, что надо откладывать. Можно же служить в храме и жениться, и быть женатым человеком. Но есть и другие варианты, которые надо только индивидуально, от человека можно понять. Это очень сложный вопрос. Мой приезд не означал в прошлое, что надо бросить девушку, которая должна выйти с тебя замуж. Это глупость, ложное понимание вещей. Как ответы отвечают на вопрос, от чего человек не находит от рождения радость, счастье в поисках знаний? Очень хороший вопрос. И почему желание знания приходит со временем? Потому что грехи, сила, которая действует на нас, заставляет нас считать, что на самом деле этого знания просто нет. Это ведь тоже сила. Она говорит, а нет ничего. Живи как хочешь. Наслаждайся, живи как можешь, как хочешь. Нет никакого другого знания. Все. Когда человек совершает какие-то греховные поступки, какая идея дает возможность ему этот поступок совершить? Эта идея называется самообманом. Человек говорит, я должен сейчас это сделать, остальное меня не волнует. Просто не волнует, и все. И вот эта идея, желание самообмана, оно начинает спорить с голосом совести. Голос совести говорит, как же тебя это не волнует? У тебя же потом то-то, то-то, то-то в жизни будет. А человек говорит, ничего подобного, я должен, я хочу это сделать, меня не волнует. И в конце концов, кто побеждает? Голос совести, это или этот человек? Человек побеждает. Почему? Потому что наше желание является непреклонной силой. Даже голос совести не имеет права его уничтожить. Человек побеждает в своем желании, голос совести он затаптывает. Это что означает? Что в следующей жизни по закону кармы, так как он затоптал голос совести свой, ему нужно столько же усилий прилагать, чтобы этот голос совести вспыхнул вновь. Он будет чувствовать, что ему неинтересна истина. Ему хочется заниматься всякой гадостью, но он также внутри чувствует, что это не приводит его к счастью. А голос совести спит. Он говорит, я бессовестный человек, мне все равно, изменяю или нет, я то или все. Да, это такое бывает, нет проблем. Стань совестливым теперь, попробуй это сделать. Это будет большой победой в твоей жизни. Это не является чем-то редким сейчас в нашей жизни. Такое бывает сплошь и рядом. При общении с человеком ощущается сильный удар в солнечное сплетение. Говорит ли это о моем негативе к этому человеку? Несомненно. Несомненно. Без всякого сомнения. Это говорит только о негативе к этому человеку. Но это еще не значит, что этот человек полностью позитивный. Конечно, у него есть какие-то негативные качества, но если у тебя их нет, то ты никогда не почувствуешь такого удара. Я бросила курить очень просто. Бросила и все. Хочу отказаться от мяса. Как очень сложно. Думала, что легко. Спасибо. Вот очень хороший вопрос. Если вы очень просто бросили курить, это значит, что у вас вкус к счастью какой-то был больше, чем курение. Какой-то был более высокий вкус к счастью и в результате бросить курить никаких проблем. Однако же, если невозможно бросить есть мясо, значит, это является самым высоким вкусом к счастью на данный момент времени. И для того, чтобы бросить есть мясо, не надо рвать тельняшки. Надо просто изучать более высокий вкус к счастью, чем этот. И как только человек почувствует этот вкус, сразу мясо отвалится само. И больше никогда не захочется его есть. Вот если вы не верите мне, поднимите руку, у кого так получилось в жизни. Посмотрите, сколько людей. Неужели вы думаете, что это случайность? Нет, точно так же. Я просто забыл про него. Я забыл, что надо мясо есть. Все. Все. Я забыл просто. Вчера после вашей лекции была на даче, встретил корову и смотрелся к ней. Во многом, чем мы похожи. За исключением, положал у одного. Плохо жуем пищу. Спасибо, это хорошая шутка. Американец Флетчер пережевывая тщательно вылечился от болезни желудка. Спасибо информации. Да, пережевывая тщательно пищу, человек таким образом вырабатывает в себе концентрацию ума. Если человек тщательно жует, он становится очень сосредоточенным. Поэтому веды уделяют очень много внимания тому, чтобы очень внимательно, сосредоточенно кушать. Однако же, если человек во время пищи, кушая, делает это не для себя, а в угоду Богу, чтобы получить силы для того, чтобы ему служить, он не просто становится сосредоточенным, он становится сосредоточенным на Боге и достигает высшего счастья. Это очень глубокое знание, как правильно кушать. Это очень глубокое знание. Однако же, я не согласен с тем, что мы только этим отличаемся от коровы. Мы отличаемся тем, что у нас есть разум, прежде всего. В Индии... Нет, я не буду говорить, отвечать на это. Здесь описана одна личность и как бы моя оценка этого. Я не буду оценивать. Ваши встречи – это популяризация знаний, образования, которое никогда не преподается в бизнес или в бизнес или все вместе взятое. То, что я делаю, бизнес или как бы... А, ваше... Это популяризация знаний, образования, которое нигде не преподается, в бизнес или все вместе взятое. С этих лекций я не имею ни копейки. Можете мне поверить, я вам ни вас не обманываю. Вот то, что вот сейчас я читаю лекции, я ни копейки с этого, с вашего оплаты, вашей не беру. Поэтому говорить о том, что это бизнес – это глупо. Я не беру ни копейки. Какой это бизнес? Я хочу, чтобы все были счастливы. В этом цель моя заключается. Неужели вы до сих пор это не почувствуете? Спасибо. Может, 47 лет у него появилась потребность заниматься сексом каждый день. Очень откровенная записка. У жены такого желания нет. нет, как правильно отказывать, если женщина не должна говорить нет. Оказывается, это очень серьезный вопрос, на самом деле, и он волнует многих людей. Я могу на него очень просто ответить. Оказывается, само желание заниматься сексом зависит от умонастроения жены. Есть два типа привязанности. Есть привязанность со знаком плюс, есть привязанность со знаком минус. сильное отвращение к своему мужу вызывает у мужа сильное желание заниматься с ней сексом, с женой. Причем, помимо его воли. Так действует вот эта сила. Сильная привязанность наслаждаться мужем также вызывает с ней желание заниматься сексом. Самое удивительное заключается в том, что когда жена сильно привязана к своему мужу, очень сильно, у него сначала возникает желание заниматься с ней сексом, потом он ей надоедает, а у него это желание заниматься сексом не прекращается. Оно продолжает оставаться. И в этом заключается большая проблема. Однако же, если жена имеет сильное желание помогать во всем своему мужу и заботиться о нем, он сразу остывает. Она действует по отношению к нему бескорыстно, не с обращения, не с привязанности, а просто желая служить ему во всем помогать. Сразу он остывает сам. Не надо бегать от него или наоборот. Все это действует именно таким образом. Попробуйте поработать над собой. Начните выполнять перед мужем свои обязанности, он сразу начнет вас уважать и не будет подавлять вашу волю. Однако же, если жена действует со прощением, она никогда не получит возможность жить, как она считает нужным. Мы не имеем полной свободы в этом мире. Некоторые люди думают, что они свободны. От чего? От воздуха, которым мы должны дышать. От чего мы свободны? От общества, в котором мы живем? От которого мы не сбежим никуда, потому что оно есть на всей земле. От чего мы свободны? От своего тела? Которая есть с нами и если оно болеет, мы будем страдать. От чего мы свободны? От своей семьи? Если мы от нее убегаем, получаем плохую карму. Если остаемся в ней, не делаем своих обязанностей, также получим плохую карму. В этом мире свободы нет, господа. В этом мире нет свободы. Однако же, тот человек, который понял, что его свобода заключается в том, чтобы стремиться к духовному знанию, выполняя перед всеми все свои долги и обязанности, такой человек по-настоящему свободен. И ему это заниматься духовной практикой самосознания не помешает ничего. Он достигает полной свободы, несмотря на то, что в этом мире свободы нет. Тот человек, который думает, что он свободен, он заблуждается. В этом мире нет свободы. Если он думает, что он свободен, то он уже порабощен этой идеей своей. И он будет идти на у нее на поводу. Если человек понял, что цель жизни служить Богу, но у него нет силы, которую каждую минуту посвятить себя служению, скорее всего, происходит наоборот. Где брать силы, чтобы двигаться к высшей цели? Спасибо за хороший вопрос. Во-первых, если человек это понял, то еще не значит, что он сможет каждую минуту заниматься этим. Второе, силы берутся только в общении. Согласно ведическому знанию, силы в разуме, человек получает силу в разум только через общение. Общаясь с людьми на духовной теме, человек получает способность вдохновения заниматься духовной практикой и служить Богу. Других способов получить силы нет. Существует два вида общения. Существует непосредственное общение и существует второй вид общения, это общение на расстоянии. Согласно ведическому знанию, существует еще два других вида общения. Существует общение с людьми, а высшие истины, и существует также общение с Богом. Люди, которые считают, что общения с Богом нет, они находятся в полной иллюзии. Согласно ведическому знанию, достаточно человеку произнести имя Бога хотя бы один раз, и он даже с пренебрежением, в насмешку или с полным неверием в то, что оно существует, он немедленно контактирует с Богом, согласно ведам. И в этом, веды говорят, и в этом нет никакого сомнения. В этом нет никакого сомнения. Поэтому человек, который произносит имя Бога, он все больше и больше входит, вступает с ним постепенно в контакт. Почему он сразу с ним в контакт не может вступить? Потому что мешает ложная, прошлая, плохая карма. Постепенно он сжигает эту плохую карму, таким образом. Таким образом, только общение дает возможность поддерживать разум в чистоте. Почему так? Потому что разум, это та сила, которая сама себя тянет куда-то. Она с помощью знания тянет нас и всю нашу сущность вперед. Мы не можем сами себя изменить, это все равно, что как у Мюнхгаузена, вытянуть себя за волосы из болота. Поэтому только знание извне способно дать человеку новое понимание вещей. Поэтому только общение дает возможность измениться. Сам себя человек не может поменять, потому что он, его разум стремится к счастью, от счастья отказаться невозможно. Человек не может поменять свой ракурс, направление к тому счастью, которое он имеет. Потому что разум не может сам себя уничтожить, обделить. Понимаете? И привязаться к чему-то другому, это невозможно. Никто не может отказаться от счастья. Это наша принадлежность, которую мы не можем от себя вырвать. Человек ушел в мужской монастырь, оставив четырех детей, жену, мать. Уже прошло три года. Разные родные надеются, что он вернется. Испытывают страдания. Что им делать? Испытывают. Очень хороший вопрос. Им надо начать выполнять перед ним свои обязанности. Они должны понять, какова обязанность женщины перед мужчиной и обязанности перед мужчиной его детей. Если жена начнет выполнять перед мужем свои обязанности, даже в отсутствии его, то он начнет в полной степени чувствовать, что он потерял. Потому что, когда жена не выполняет свои обязанности и дети не выполняют свои обязанности, тогда в этом случае особого разочарования жить в монастыре нет. Потому что он чувствует, что он ничего не потерял. Понимаете? Однако же, если он увидит, что жена действительно достойная, достойный человек, и дети действительно достойные люди, когда они действительно начнут серьезно выполнять перед ним свои обязанности, хотя бы в уме, то в этом случае он может вернуться, если он действительно мудрый мудрый человек, он вернется из монастыря и он будет жить дома, семейной жизнью, с этими четырьмя детьми, как в монастыре. Можно из дома сделать храм, и все от этого будут счастливы. Жить дома как в монастыре означает служить Богу, поклоняться Богу прямо дома. Веды говорят, нет никакой разницы, где поклоняться Богу, или в монастыре, или дома. Если ты организовал дома духовную жизнь, все будут счастливы от этого, никто от этого не пострадает. По-настоящему счастливы, по-настоящему. Сексопатологи, сидящие здесь, подумают, ага, ты говоришь, никто не пострадает? Как же, как же. Кто-то пострадает. Одна хочет секса, а он хочет Бога. Ничего подобного. Если человек правильно поставил духовную жизнь, все будут счастливы, и в этом нет никакого сомнения. Какие обязательства ребенка перед матерью и отцом? Никаких. До тех пор, пока ребенок не становится взрослым, и мать и отец не становятся немощными. В этом состоянии, когда ребенок взрослеет, он должен заботиться со своими родителями, и с этого момента начинаются его обязанности. До этого момента он не несет никакой ответственности за жизнь своих родителей. У него нет никаких обязанностей. Имеется ввиду, нет, обязанностей, нет, какие, обязательства, нет, я извиняюсь, я неправильно ответил на вопрос. Ребенок не несет плохой кармы за своих родителей, однако же он остается обязанным своим родителям всю жизнь. Он никогда от того, что они ему сделали, даже если не полные деграданты, он никогда не сможет искупить свой долг. Имеется ввиду, что ребенок не несет ответственности за поступки своих родителей. Он несет ответственность за их поступки только когда он начинает за ними ухаживать в старческом возрасте, когда они находятся. Однако же это не позволяет ему грубо относиться с ними. Даже родители, если полные деграданты, человек должен уважать своих родителей и выполнять свой сыновий долг перед ними. Но это не означает, что если родители говорят, иди пей, он должен идти пить. Если они говорят, иди брось жену, он должен идти бросать землю и жену. Это не является сыновьем долгом. Сыновий долг никогда не входит в разрез с писаниями. Родители, которые заставляют ребенка делать что-то в разрез с писаниями, ребенок должен отказаться от этой деятельности, но не перестать уважать своих родителей. Так говорят веды. Если он перестает уважать, значит он совершает тоже грех. Если у вас практический опыт лечения наркомании, если у вас проект работы для спасения будущих поколений от наркоманий, я этим занимаюсь сейчас. Если вы поймете то, о чем говорилось здесь, вы можете сами помогать наркоманам. Я уверен, что в этом зале даже сидит несколько человек, которые бросили наркотики уже во время этого курса лекций, который мы провели. Только давая духовное знание, можно избежать наркомании. Я знаю одного человека, который мне рассказал удивительные вещи. Он бросил наркотики употреблять без всяких ломок. Он кололся. Кто это делал, знает, что ломки от этого ужасные. Он кололся, то есть он не просто там курил, он кололся. Это означает, что очень высокая привязанность. Однако же этот человек, встретившись с людьми, которые занимаются духовной практикой, он начал этим заниматься, и у него даже не было ломок. Настолько он испытывал счастье от этого процесса, он бросил просто спонтанно, у него даже не было ломок. И когда Шиллопрухпада, который принес ведическое знание сначала в Америку, у него было порядка пяти тысяч последователей. Из них примерно половина была наркомана и в прошлом, потому что он начал как раз свое знание распространять в районе хиппи, где в районе в этом Нью-Йорке, где жили хиппи, а там они все в это время были наркоманами. И люди приходили к нему, он просто повторял святые имена Бога рядом с ними. Он пусто кормил их, освященный пищей. У него появились тысячи последователей, люди бросали наркотики все. Это у них и в уникальный случай был написан учеными даже на этих пальцах, у него есть несколько десятилетий. Много вопросов нет, давайте святить прямо, будем желать всем счастья.